Добрый вечер, Барселона. Когда-то я провел в Барселоне и вообще в Каталонии очень радостный месяц. И сегодняшняя лекция — это еще и дань благодарности вашему прекрасному городу и стране. А в заглавии тема лекции сформулирована очень широко «Древнеегипетский храм как историко-культурный феномен», но должен сразу предупредить, что в Древнем Египте существовали две основные разновидности храмов. Это храмы, имевшие своим предназначением обслуживание поминальных культов царей и привычные нам храмы с главной целью — исполнение культов богов. А разделение это во многом условно. В храмах богов внедрялись культы царей, а в поминальные культы царей были вплетены культы богов. Но в общем и целом разделение на храмы царей и храмы богов оправдано, и сегодня мы будем говорить прежде всего о храмах богов. Главную проблему лекции я бы сформулировал и обосновал так. Секундочку. Вот храмы богов — одна из двух главных архитектурных и туристических примечательностей Древнего Египта, сопоставимая, в общем, даже со знаменитыми пирамидами четвертой династии в Гизе, в том числе с величайшей пирамидой Хеопса. Карнакский храм в Фивах, вот то, что от него осталось, самый большой по площади храм Древнего мира, а возможно и вообще в человеческой истории. А площадь одного только гипостильного зала Карнака, вот вы его видите, вот его реконструкция гипостильного, то есть колоннного зала Карнака, почти равна всей площади собора Парижской Богоматери. А каждая из 12 колонн его центрального прохода, центрального НЭФа, имеет высоту семиэтажный дом, и на каждой из капителей, такие вот огромные колонны, на каждой из капителей в форме раскрывшегося бутона могут уместиться разом 50 человек. А на них лежат каменные потолочные балки, так называемые архитравы, и вот эти потолочные балки весом до 70 тонн. Ну, давайте просто немножко полюбуемся, не менее хороший луксорский храм, конечно. Причем сегодня мы не можем видеть былое великолепие этих строений. Как известно, в свое время в их некоторых залах стены были обиты листовым золотом, пол был выслан серебром. А в целом, к первому тысячелетию до нашей эры, из всех стран тогдашнего мира, Египт имел наибольшую плотность храмовой застройки. Ну вот, парадоксальная ситуация. Все время обсуждается, зачем египтяне воздвигали гигантские пирамиды. Тема настолько волнует, что все время рождаются фантастические теории, и существуют целые племена тех, кого мы, египтологи, называем пирамидиотами. А вот вопросом, зачем египтяне, и почему именно египтяне воздвигли столь огромные храмы богов, кажется, никто не задавался. А между тем, этот вопрос уместен и даже необходим. А вообще, стремление к гигантским храмам богов, оно привычно иудео-христианской цивилизации, иудео-христианской, и мусульманской религиозности. Но ведь непременным, всеобщим, оно вовсе не является. И некоторые великие цивилизации, ну скажем, Китай, Китай с его огромными несчастливыми ресурсами, В общем, грандиозным строительством храмов богов почти не увлекался. Ну, разве что пришли в Китай буддизм. Вообще, это не характерно китайской культуре. Так уместен вопрос, почему же именно египтяне пришли к такой храмовой гигантоматии? И другой аспект. Многие не знают, что гигантские храмы богов вовсе не имманентны египетской культуре. А в действительности это ее довольно поздняя черта. Я покажу сегодня, что первые полторы тысячи лет письменной истории, с начала третьего и вплоть до середины второго тысячелетия до нашей эры, храмы богов влачили в Египте скромное, а порой просто убогое существование. А ведь полторы тысячи лет – это огромный срок, это дольше, чем вся история России, вся письменная история России. И, в общем, это как от гибели Рима до сегодняшней лекции. И хоть египетским храмам посвящено великое множество книг с красивыми картинками, ни в одной из них я не встретил внятного рассказа о том, почему и как именно египтяне вдруг пришли вот к этой храмовой гигантомании. А по существу наши рассуждения о египетских храмах остаются на уровне Геродота, заявившего, что египтяне – самые богочестивые люди на Земле. Но, как вы сами понимаете, для науки это не ответ. Поэтому любой серьезный разговор о великих храмах богов, в том числе о Карнаке, Луксоре, на мой взгляд, неизбежно должен начинаться с вопроса о том, почему и как египтяне пришли к их созданию. Об этом и будет сегодняшняя лекция. Я не искусствовед, я не архитектор, я не инженер, я историк. Поэтому буду говорить не столько о камнях, конструкции и декоре, сколько о создававших храмы людях. Я постараюсь рассказать вам прежде всего о причинах и идеях приведших египтян к созданию вот этих великолепных храмов. И еще, поскольку история – это люди во времени, я прошу вас запомнить или, скажем, скопировать, сфотографировать и, в общем, иметь перед собой или в голове вот такую нехитрую хронологическую табличку. Нас будет интересовать эпоха Старого Царства, это так называемая Мемфисская монархия, это 28-23 века до нашей эры, и вот именно эта эпоха знаменита грандиозными пирамидными комплексами царей. Дальше мы упомянем с вами время Смут, так называемый первый переходный период, 22-21 века до нашей эры. Для нас довольно важным будет Среднее Царство, это 20-18 века до нашей эры, за ним последует новое время Смут, второй переходный период, и часть Египта даже будет, даже окажется под властью чужеземцев, так называемых гексосов. Это 17-е и вторая половина 16-го века. И затем нас особенно, конечно, будет интересовать новое царство, когда Египет превращается в мировую державу после великих завоеваний. Это 16-11 века, и вот именно в это время египетская храмовая гигантоматия, храмостроительная гигантомания достигает своего пика. Надеюсь, вот эта табличка каким-то образом у вас останется в голове на протяжении моей лекции. Кстати, при взгляде на эту таблицу рождается и первый вопрос. Первый вопрос моей лекции. Почему от начала египетской истории целого полутысячелетия Старого Царства, 28-23 декады нашей эры, сохранилось множество пирамидных комплексов, то есть царских гробниц, но ни одного впечатляющего Божьего храма? Ну, друзья, лишь самые общеизвестные факты. Я напомню вам, что построенная в Гизе пирамида второго царя четвертой династии Хуфу, греческое произношение Хеопс, была первоначальной высотой современный 50-этажный дом, и таким образом она оставалась самой высокой постройкой на планете Земля до средины XIX века, то есть 4,5 тысячи лет. А если взять пирамиду Хуфу вместе с каменными гробницами его жены-чиновников, а получается его всеудивительная цифирь, вот чтобы за царствование Хуфу все это возвести, нужно было при десятичасовом рабочем дне выламывать, обтесывать и укладывать один кубометр камня каждые 3-5 минут. Величайшая фантастическая производительность труда. Ну и, конечно, не менее грандиозно пирамида Хафра, 144 метра. Таким образом, уже в третьем тысячелетии до нашей эры древнеегипетская цивилизация обладала превосходными навыками каменного зодчества и огромными мобилизационными возможностями. Но почему при таких мобилизационных возможностях от этого времени у нас нет впечатляющих храмов богов? А чтобы это понять, нужно знать особенности египетской картины мира той поры. И я просто покажу вам два слайда, два снимка из космоса. Вот Египет днем и вот Египет ночью. Как видите, днем вокруг Египта пустыня, а ночью вокруг Египта непроглядная тьма. Вот если посмотреть на мир глазами египтянина третьего тысячелетия до нашей эры, то есть пять тысяч лет назад, то вся окружающая Египет земная отверть виделась в пустыне, эдакой бесплодной каменистой лепешкой, присыпанной песком. Но для того, чтобы боги могли где-то вдоволь кормиться, то есть по представлениям того времени, где-то получать обильное жертвоприношение, глава богов Солнца в одном единственном месте в Египте, в Египте верховный бог Солнца, вот он в Египте учредил особый благотворный порядок взаимодействия богов, порядок, приводящий к существованию вечно текущей реки и ее невероятно плодородной поймы Нильской долины. Я напомню, что во всем этом регионе Нил – единственная неприсыхающая река, неприсыхающая летом река. Причем она не имеет здесь притоков на протяжении трех тысяч километров. А река казалась египтянам явлением столь уникальным, что у нее даже не было собственного имени, просто река, потому что подобного в мире нет. А люди были допущены в долину реки, чтобы производить для богов жертвоприношение. Во главе людей были поставлены цари, фараоны, а каждый из которых считался сыном не столько своего земного отца, сколько сыном создавшего этот мир верховного бога, солнца. Тут концепция так называемого теогаммного брака. К сожалению, у меня нет времени, но это очень интересно. И как и сыновья солнца, то есть как сыновья верховного божества, учредившего мировой порядок, цари по египетским представлениям тоже обладали частью вот его солнечного дара. Они могли влиять на поведение богов в рамках издревле установленных ритуалов. Наверное, можно сказать, что солнце считалось композитором прекрасной симфонии Нильской долины, а царь был дирижером оркестра богов посредством жертвоприношений, поддерживавшим слаженность и гармонию звучания этого божественного оркестра. А таким образом, в общем-то, именно царь своими ритуалами постоянно сохранял прекрасную долину. А нужно также помнить, что, как все религии того времени, египтская религия была религией общины. То есть, религии, где партнером богов на земле считался не отдельный человек, отдельный индивид, а община в целом, город, область, даже целое государство. Отдельных людей боги как бы не различали, не видели. Ну, вот как близорукий человек, если снимет очки, вот он также там какие-то лица видит в зале, близорукий лектор. Но различать их ему подчас трудновато. А причем в третьем тысячелетии до нашей эры египтская религия была общинной в самой крайней, заостренной форме. Считалось, что боги лично знают и признают на земле только своего собрата, божественного фараона. Поэтому почти всякое жертвоприношение богам умершим, даже умершим похороненным на самом далеком кладбище, о котором царь знать не знает. Вот почти всякое такое жертвоприношение совершалось от имени царя. С догматической точки зрения у царя была абсолютная монополия на все важнейшие ритуальные действия, которые в храмах и на кладбищах обычно исполнялись жрецами только от его имени. Египтяне при этом знали, что все народы молятся богам. Но как бы другие народы богам не молились, в общем-то, боги у них вечно безобразничали и устраивали то пустыню, то, грубо говоря, какую-нибудь тундру. Что такое пустыня? Пустыня, по древним представлениям, это, конечно, место, где боги творят совершенный беспредел. Вот как на этом слайде, да, у египтян свет, а всех других мрак кромешный. Таким образом, получалось, что у других народов боги слушаются жрецов как-то плоховато. И потому египтяне были уверены, что существованием прекрасной долины они обязаны прежде всего солнечному дару и ритуальным действиям фараонов. В практическом отношении царь казался самым важным для людей богом. И даже, скажем, вот о фараоне Меренра отданный даже написал, что мощь этого царя, я цитирую, более великолепна, более величественна, более могущественна, чем мощь всех богов, ибо все свершается по воле его души к. Вот с учетом этого огромного религиозного значения царя, мы и поймем, почему египтяне старого царства не жалели сил на возведение пирамид божественным фараонам и ради этого, в общем-то, экономили на храмах других богов. А по мнению видного британского египтолога Барри Кемпа, уже в начале третьего тысячелетия до нашей эры, Египет отчетливо стал страной двух материальных культур. Так называемая великая культура, культура царской власти, царского культа и связанных с этим столичных чиновников. Вот эта культура очень трудозатратна, монументальна, воплощается по единому централизованно внедренным канонам. и есть весь остальной Египет, так сказать, малая традиционная культура, городки и деревушки, где практически нет монументальности, нет каменного строительства, нет единых канонов. Вот насколько можем судить, при третьей и четвертой династии, династиях, каменное строительство в храмах богов практически не велось. По египетским представлениям, камень даровал нам вечность, вы понимаете, каменная постройка по тогдашним меркам вечная постройка, это вечная память о покойном, это его вечный поминальный культ. Так вот, трудоемкая культовая вечность создавалась для царя, его родни и ближайших служащих. А храмом богов отдельных областей, такие области называются в египтологии номами, греческим словом ном, номы. Так вот, номовым храмом, так сказать, по принципу и так сойдет, доставался сырцовый кирпич, формованная глина срубленной соломой. И такие постройки, естественно, были недолговечны. А некоторые египтологи считают, что в старом царстве некорректно даже говорить о храмах номовых богов. Это были не храмы, а просто некие культовые места. Вот эту ситуацию Третьей-Четвертой династии, наверное, хорошо характеризует фраза Михаила Жванецкого «Что охраняешь, что имеешь». Почти все ресурсы страны, призванные кормить богов, были фактически присвоены божественными царями, которые были обязаны обеспечивать это кормление. А конечно, фараонам приходилось как-то взаимодействовать с богами номов, но при этом они очень экономили. Какие-то культовые действия дженомовых богов совершались в царском дворце. Видимо, там были, может, небольшие часовинки со статуями богов, а затем в пирамидных комплексах усопших царей. А вот, собственно, в Номах, в областях, храмы богов от государя практически ничего не получали. И позже такое отношение к богам шокировало даже самих египтян. Когда Геродот через два тысячелетия приедет в Египет, ему расскажут, что Хеопс верк страну в пучину бедствий. Прежде всего, он повелел закрыть все святилище и запретил совершать жертвоприношения. Затем заставил всех египтян работать на него. А в сказке на Папирс и Весткар было сказано, что бог солнца специально сместил династию Хеопса, династию Хуфу, чтобы следующая династия, пятая династия, лучше заботилась о культах богов. Однако и пятая династия эти ожидания солнца оправдала лишь в малой степени. Рядом с собственными пирамидными комплексами большинство царей пятой династии возвели так называемые солнечные храмы с каменным обелиском в центре двора. Но в организационно-хозяйственном отношении эти храмы солнца были всего лишь предатками поминального культа царя и под конец пятой династии их строительство вовсе прекратилось. А какие это жертвоприношения доставались от пятой династии святилищем немногих других богов неразрывно связанных с царским культом хору в иеракомполе богиням царских венцов богини хатхар но остальные храмы номовое святилище напрямую с царским культом не связанные почти ничего не получали причем в появившихся в это время именно в это время появляются кладбищенские жизнеописания чиновников так вот в них тема служения в храмах богов напрочь отсутствует даже если у чиновника есть жреческие титулы на мой взгляд выразительная скульптура этого времени параон пятой династии сахура и божество персонифицирующее каптоский нум мы видим большого восседающего царя а рядом с ним почтительно стоит небольшой божок персонифицирующий каптоский нум кстати нум очень важный первый хоть и слабый проблеск внимания к храмам местных богов случится только уже под конец старого царства после трех столетий каменного строительства стало очевидным что даже у каменных гробниц поминальный культ рано или поздно прекращается потомки вымирают или просто забывают про вас и в результате усопший остается в небрежении при этом выяснилось что даже цари мало заботятся о культах предшественников и скажем два царя пятой династии взяли и присвоили для своих культов поминальные владения царя четвертой династии Шексискафа и вот эти разочаровывающие открытия привели под конец старого царства к двум важным новшествам а во-первых появляются так называемые тексты пирамид в запечатанных пирамидах где находился собственно только труп фараонов на внутренних стенах стали писать магические заклинания создавался этакий кокон из магических заклинаний как бы вечно звучащих и действующих для покойника а фактически это был вынужденный переход на культовое самообслуживание усопших царей в результате чего и возник специфический древнеегипетский жанр письменности так сказать литература для покойников а продолжением этого в дальнейшем станет книга мертвых и так далее и так далее для нас однако всего интереснее другое новшество так называемые часовни двойника по-египетски худка часовни в которых стояли статуи фараоны убедились в том что даже при громадных пирамидах культ рано или поздно прекращается а вот культ в святилищах номовых богов кое бы жалкое существование они не влочили этот культ вечен а местные жители просто не могут себе представить без этого жизни и вот цари шестой династии их родственники стали пристраивать свои поминальные культы еще и культом местных богов цари стали устраивать в номовых святилищах свои так называемые часовни двойника это была часовня со статуей царя которой назначались жрецы и хозяйство для приготовления жертвенных яств однако даже в общем и тогда фараоны скупились на заметное каменное строительство в номовых храмах а наглядный пример такой скупости святилище на острове в городе элефантина место на самом деле для египта важное здесь граница с нубией здесь по египетским представлениям были истоки благотворных низких наводнений но даже при шестой династии как вы видите это святилище на элефантине всего лишь естественная ниша между двумя огромными валунами отделенная только небольшой кирпичной стеной это такая очень тесная квартирка бога 6 на 8 метров а в центре двора кирпичный пьедестал и все это настолько бедно что вплоть до шестой династии мы даже не можем наверняка сказать какие именно божества здесь почитались вот первый по-настоящему серьезный перелом в отношении к новым святилищам происходит только в первом переходном периоде 22-21 века до нашей эры когда рухнула полутыщелетняя монархия старого царства когда район Мемфиса перестал быть столицей когда страна распалась на часто враждующие меж собой области и вот тогда происходит целый ряд важных перемен в религиозном сознании у новых претендентов на престол больше не было ни привилегий происхождения они не из древнего мемфисского клана не было преимущества древней столицы одни были в герклёполе другие были в захолустных фивах и в общем любой мог спросить а вы собственно кто такие с чего взяли что вы цари и потому чрезвычайно остро стала проблема легитимности хоть догматически все цари сыновья солнца оказалось что монархию старого царства это родство не уберегло и в первом переходном периоде концепт солнечного сыновства дополняется представлением о том что царский пост это еще и служба царь не только и не столько сын солнца сколько должностное лицо богов складывается идея должностной подчиненности государей и богам которые теперь оценивают царей и по критериям должности в общем чем-то похоже на позднейшую китайскую доктрину небесного мандата Тяньмин объяснявшую почему на китайском троне сменяются царские династии и вот из-за этого мировоззренческого новшества фараонам для легитимации потребовалось демонстрировать ревностное обустройство божьих культов и в том числе конечно через строительство вномовых храмах еще во время смут задолго до воссоединения страны во времена голода доводящего до каннибализма уже тогда филанский правитель Ваханхентеф в своем кладбищенском жизнеописании похваляется что щедро заботился о храмах местных богов заслуга видимо этого же царя основание карнакского храма Амуна в филах вот у вас на слайде первый известный нам памятник оттуда это колонна с именем Уаханха от него же кстати сохранились и первые каменные облоки для святилища на элефантине вот есть русская пословица гром не грянет мужик не перекрестится а беды первого переходного периода тоже своего рода гром после которого египетским властям пришлось так сказать истово креститься правители осознали что храмы Номовых богов очень даже достойны их заботы а материально и архитектурно это новое понимание значения Номовых храмов реализовалось в 20 веке до нашей эры при втором царе 12 династии Сенусерти первом когда Египет вновь стал един в рамках монархии теперь уже монархии среднего царства и у фараонов появились какие-никакие ресурсы вот творчески решая задачу своей легитимации два первых царя 12 династии даровали египетской цивилизации два прекрасных новшества во первых они способствовали рассвету древнеегипетской художественной литературы литература этих царствований и даже сам ее язык будут считаться у египтян классическими следующие полторы тысячи лет а кроме того правивший 44 года Сенусерд первый предпринял повсеместное каменное строительство каменное строительство в домовых храмах в фивах которые не были столицей но были родовым гнездом 12 династии Сенусерд строил в карнакском храме бога Амона а видимо построил немало но воссоздать пока получилось лишь так называемую белую часовню часовню из белого кристаллического известняка в оформлении этой часовни проявлено замечательное внимание к номовым богам по всем четырем сторонам эмблемы номов и эмблемы их богов можно сказать что по этому списку Сенусерд и отстраивал храмы из камня во всех крупных номовых центрах ну увы эти храмы не сохранились потому что их камень использовали при последующих перестройках в новом царстве и позже но два памятника мы с вами все-таки отметим в Гелиополе был поставлен гранитный обелиск старейший из сохранившихся в Египте такая четырехгранная сплошная гранитная игла в 21 метр высотой и кроме того был из камня отстроен храм в Абедосе так здорово что он еще два века спустя звался храм Сенусерда первого и чиновник Мерери написал про это так стены храма пронзили небо священное озеро вырыто и сравнялось по величине с Нилом его врата проткнувшие небесную твердь сделаны из блестящего камня и кстати вот именно с этого времени мы видим резкий подъем культа Осириса начинается паломничество к его храму и подлинное превращение Осириса во всеегипетского бога мертвых а при этом поскольку важнейшей задачей была легитимация Сенусерд первой еще и много пишет о своем строительстве от него он первый фараон оставивший длинные надписи в храмах богов ну и кроме того в практическом отношении строительство в новых храмах давало прекрасную возможность поставить ресурсы областей под еще более плотный царский контроль дескать забираем у вас на святое дело и попробуйте возразить а вот Сенусерда первого то что Барри Кэмп называл великой культурой распространилось и храма бномовых богов Сенусерда первого складывается единая египетская религия и схожесть храмовых ритуалов была во всем этом и несомненная польза для бессмертия самого Сенусерда возведенные храмы он возведенные им храмы он втаскивал свои огромные статуи и тем самым обеспечивал себе вечную причастность к вечным культам богов в общем главный для нас итог этого царствования Сенусерда первого о камень в храмах богов стал нормой правда вся остальная 12-я династия существенных добавлений к этому не сделала и более того во второй половине это в 19 веке до нашей эры даже попытки некоего возврата к нравам старого царства когда ресурсы вновь пошли главным образом напоминальные комплексы самих царей и на связанный с этим культ богомертвых Осириса а во второй переходный период это 17 первая половина 16 века до нашей эры Египет пережил новую смуту и даже оказался под властью чужеземцев гексосов хоть и цари этого времени и утверждали что чтят местных богов для серьезного каменного строительства у них просто не было средств так что решающий шаг к каменному гигантизму храмов богов был сделан только фараонами первой половины 18 династии которые и начали эпоху величайшего расцвета Египта так называемое новое царство и для нас будет особенно важна первая половина 18 династии это конец 16 и 15 век до нашей эры но все-таки вопрос почему именно в это время и почему именно эти цари я бы выделил три группы факторов а во-первых это сдвиги в религиозном сознании как уже говорил прежде в общинной египетской религии индивид почти не рассчитывал на персональное внимание к себе богов но вот к середине второго тысячелетия до нашей эры индивидуалистическое личностное начало в египетской религии усиливается и теперь человек все больше желал от бога персонального внимания к себе так сказать personal пайди косвенные признаки вот этого стремления обратить на себя внимание это и то что на кладбищенских стелах появляются гимны богам и изображения богов а иногда перед ними и изображения покойного он как бы вступает с богами в диалог и другой важный признак появляется книга мертвых во второй переходный период а в ней 125 глава которая рассказывает о непременном загробном суде что подразумевает абсолютно персональное внимание богов каждому человеку ну а главным каналом связи с богом и этому новому человеку все равно представился храм а бог пребывающий в храме теперь занимал мысли еще больше чем прежде и соответственно египтяне готовы были отдавать храмам все больше богатства а другая группа факторов то что за полтора столетия новой смуты вот за этот второй переходный период египтяне вновь еще сильнее ощутили зыбкость кратковременно вспоминального культа при гробницах еще больше возросло желание пристроить себя свой поминальный культ культу бога ну и наконец в третьих о чем я буду дальше много говорить о некоторых правителей первой половины восемнадцатой династии были проблемы с легитимацией и стало быть им нужно было проявить себя ревностными служителями богов то всего нагляднее можно было сделать как вы понимаете в грандиозном храмовом строительстве а хотя после времени смуты ресурсов было еще маловато уже второй царь восемнадцатой династии минхоты первый сделал очень важный для будущей гигантомании шаг он создал корпорации ремесленников строителей высочайшей степенью их специализации мы знаем по документам в этих корпорациях а почти два десятка строительных профессий для докапиталистической мануфактурной эпохи это невиданно узкая профессиональная специализация причем многие так работали наследственно по семь поколений и больше вот лучше всего такая организация труда изучена в Дер-Эль-Медине это вы наверное знаете поселок строителей гробниц на западном берегу Фиф поселок гробниц в знаменитой долине царей но похоже что подобная корпорация начала трудиться и в Карнакском храме вот Кэтрин Грейдорш показала что при Аминхоте Пи Первом там возобновляется очень изящное строительство в камне ворота часовни для ритуальной барки ОМОНа и так далее и вот в результате этой деятельности Аминхот По Первого вновь были доведены до совершенства специфические древнеегипетские механизмы специализации строителей я коллеги хочу это выделить вообще уважаемая аудитория очень важная особенность древнеегипетской цивилизации и залог важнейший залог ее невероятных достижений строительства и искусства то что в условиях меднокаменного века когда технический прогресс почти отсутствовал эгипетское государство пошло по пути усовершенствования не столько орудий труда сколько самих работников их производственных навыков и достигло на этой основе или можно сказать и достигалось это на основе лучше сказать и это достигалось на основе предельной для докапиталистической эпохи профессиональной специализации а собственно же к каменному гигантизму в храмах богов перешел преемник вот упомянутого Аминхотека первого Тутмос первый это примерно 1504 1492 год до нашей эры Тутмос первый вот вопрос легитимности видимо стоял для Тутмоса первого достаточно остро у его предшественника упомянутого Аминхотека первого сыновей не было и как именно Тутмос первый взобрался на престол нам неизвестно и возможное сомнение в своей легитимности Тутмос первый рассеивал двумя способами во первых это невиданно активное и успешное завоевание войско царя прошло дальше третьих низких порогов на юге и затем он первым из фараонов разорил Сирию Палестину аж добрался аж до Эфрата набег до Эфрата был короткий но грабеж при этом был основательный собственно вот с этого времени у Египта и появляется достаточный ресурсов для полноценного бронзового века ну и наряду с этим Тутмос первый демонстрирует образцовое исполнение культовой службы богам именно с Тутмоса первого великолепное новое царство начинает ощущаться и в зодчестве начинается исполинское строительство в Карнакском храме в Карнакском храме Омона при нем возводятся четвертый и пятый пилоны друзья не путать с пилонами шестами для танцев наши с вами пилоны это башнеобразное трапециевидное сооружение по обеим сторонам входа в храм вот четвертый пилон реконструкция у этого пилона ради бессмертия самого Тутмоса третьего установлены его как вы видите сидячие и стоящие ассирические статуи у пилонов ставились флагштоки из ливанского кедра высоченные флагштоки перед четвертым пилоном были поставлены два обелиска между этими пилонами был выстроен так называемый зал уаджит для коронации и празднеств 30-летия царя для его юбилеев царствования и в этом зале будто бы сам бог Омун одобрял назначение Тутмоса царем то важно для легитимации вот это строительство произвело на современников огромное впечатление и руководивший им даже сам руководивший им зодчий и нэни написал об этом так я видел великие памятники сделанные им то есть Тутмосом первым в Карнаке установлен колонный зал великолепный колоннами поставлен великий пилон возле него из белого доброго камня установлены великолепные мачты у врат усадьбы бога из первосортного нового кедра с уступов ливана их верхушки из белого золота имеется ввиду из электро я видел как были установлены большие ворота названные ОМОН могуч почетом а их великая дверь из азиатской меди образ бога мина на ней создан из золота я видел два великих обелиска у врат усадьбы бога из гранитного камня я видел как строилась великолепная ладья 120 локтей в длину и 40 локтей в ее ширину чтобы доставить эти обелиски которые прибыли в мире будучи невредимыми целыми причалив в Карнаке а тут Мас Первый своей гигантоманией начал архитектурное оформление храма ОМОНа как главного религиозного центра первой в истории мировой державы а вот этот зодчий и ныне по словам Олега Дмитриевича Берлева нашего прекрасного египтолога российского зодчий и ныне а в этой работе проявил себя тонким художником смелым новатором создавшим из известных ранее архитектурных элементов совершенно новое целое созданный им тип египетского храма дожил до последних дней древнеегипетской культуры Хочу при этом подчеркнуть что располагая значительными ресурсами Тутмос первый много строил и в номовых храмах и даже в египетских храмах на завоеванных территориях однако окончательно храмовая гигантомания становится каноном так сказать нормы египетской жизни при дочери Тутмоса первого при Хачапсут и ее сводном брате Тутмосе третьем и это тоже не случайно Хачапсут всего лишь вторая женщина фараон в египетской истории и в общем это конечно скандал ибо египетский царь это воплощение Бугохора это сын солнца то есть это непременно мужчина и естественно у Хачапсут была огромная острейшая потребность в легитимации для этого она стала утверждать что она есть дочь солнца Ра дочь солнца Омона и что солнце зачало ее помощь то есть в качестве сопровителя для плоховато справлявшихся с царской службой фараонов мужчин божественное происхождение и предназначение Хачапсут будто бы распознал уже ее отец Тутмос первый и уже он якобы назначил ее своей соправительницей затем она стала будто бы не столько женой сколько соправительницей своего недолго царствовавшего мужа Тутмоса второго и вот наконец ей пришлось всецело взять власть в свои руки при малолетнем пасынке при мальчике Тутмосе третьем который был сыном Тутмоса второго но от неглавной жены от другой жены а не справлялись цари-мужчины по версии Хачапсут с главной царской обязанностью с должным обустройством божьих культов а в одной из своих надписей она провозглашает слушайте же вы вся знать и простой народ я не дремала как забывчивый я укрепила пришедшее в запустение ибо я подняла разрушенное ранее с тех пор как пребывали азиаты внутри Египта и разоряли ранее созданное Хачапсут имеет ввиду власть чужеземцев гексосов они то есть гексосы правили без ра и не действовал его божий промысел вплоть до моего величества до времени когда я укрепилась на троне ра прекратила я мерзкое для богов из земли стерлись даже следы врагов таков был приказ отца моих отцов бога ра иными словами по версии Хачапсут никто из царей и мужчин не смог должным образом возродить культы богов после их упадка при захватчиков гексосах и вот тогда-то солнце и поставил царство от свою дочь что знаменует начало новой великой эпохи начало новой эпохи обозначалось многообразно в том числе и великолепным поминальным храмом Хачапсут в Дерель-Бахре сохранился от нее и рассказ об экспедиции в далекую страну Пунт мы кстати до сих пор не знаем где Пунт но у египтян считалось что плавание туда по силам только процветающему государству экспедиция в Пунт после большого перерыва как возвращение в статус космической державы а главное же Хачапсут развернуло грандиозное строительство для богов а лучше всего известное нам опять же в Карнаке самая монументальная из ее построек это восьмой пилон на южной процессионной дороге это четыре обелиска два из них тогда самые высокие в мире высота почти 30 метров и по-видимому при ней же для Карнака готовился крупнейший из всех обелисков который лопнул и поэтому так и не был закончен его высота должна была составлять почти 42 метра а вес около 1200 тонн это 200 африканских слонов ею построена небольшая но замечательно красивая красная часовня для божественной барки Амонаро ну и добавлю вновь подчеркну что она много строила в провинции к сожалению позже это было разрушено но о размахе свидетельствует хотя бы то что на Элефантине Хачупсут построила для местных богов сразу два храма окончательно же привычка к гигантомании в храмах богов утвердилась видимо при Тутмосе третьем самостоятельное полноценное правление которого началось видимо со страшного комплекса неполноценности как уже говорилось Тутмос третий был царским сыном не от главной жены и первые 20 лет своего формального царствования был фактически оттеснен женщиной царицей Хачупсут что наверное было предметом многих насмешек тихоря таким образом когда он наконец остался на престоле один ему непременно нужно было всех убеждать в своей легитимности и дееспособности как мы помним Хачупсут утверждала что она призвана ОМОНом тутмос третий в ответ придумал что еще в бытность царевичем идол этого бога в карнакском храме отыскал его и возвел на царское место этот рассказ сейчас надписи на одной из стен в карнаке а вторая половина этой надписи перечисления построек и жертвоприношений Тутмоса третьего богу данного храма а в целом же царь доказывал свою легитимность идя по стопам своего так сказать худородного деда Тутмоса первого Тутмос третий величайший воитель раздвинувший египетскую державу до пределов за которое не суждено уже было выйти никакому другому фараону от четвертого ванильского порога на юге до большой излучины ефрата на севере и вместе с тем он безмерно обогащал храмы одному только карнакскому храму он даровал не менее 14 тонн золота и естественно что в своем каменном строительстве Тутмос стремился превзойти Хадшапсут вновь лучше всего сохранились его постройки в Карнаке ну и я назову только самое впечатляющее при нем изготовлены по меньшей мере часть обелисков для Карнака и два для Гелиополя сегодня кстати обелиски Тутмоса третьего стоят в Лондоне Нью-Йорке Риме Стамбуле при нем изготовлены два пилона с шестой сравнительно небольшой но с гранитными воротами покрытыми электром с плавом золота и серебра а двор перед пилоном имел портики Тутмос третий добавил седьмой пилон на южной процессионной дороге и вход туда фланкировали две огромные статуи Тутмоса а перед ним два обелиска из розового гранита в южной части Карнака он расширил священное озеро поставил перед ним барку Омона простите коллеги я уже спешу поэтому много хороших вещей пропускаю он воздвиг так называемый праздничный зал Ахмену буквально светлые памятниками благостные памятниками для празднеств 30-летия царствования и дальнейших юбилеев описывать не буду но просто напомню что эта постройка считается одним из древнейших прообразов базилики она с тремя проходами нефами где центральный неф выше остальных к северу был еще возведен небольшой храм птаха который достраивался уже в греко-римскую эпоху хоть лучше всего постройки тутмоса третьего сохранились в Карнаке есть сведения о более чем пятидесяти его стройках в храмах богов по всему Египту и даже в завоеванных Нобии и Палестине причем там где следы сохранились это каменное зодчество высочайшего качества так сказать не провинциальное вот совокупно тутмос три Хадшипсут и тутмос третий царствовали почти 54 года что при тогдашней небольшой средней продолжительности жизни в общем равняется сознательной жизни двух поколений таким образом Хадшипсут и тутмос третий сформировали стойкую привычку к храмовой гигантомании а по словам Олега Дмитриевича Берлева дух соревнования был египтян в крови и последующие фараоны при первой же возможности стремились воздвигнуть храмовые постройки еще более грандиозные ну и затем это всплеск строительного благочестия случится после болезненной Амарской реформы вы знаете Эхнатон осквернение памятников Омона и других древних богов и следующие цари будут демонстрировать свое ревностное почитание старых богов вот уважаемые слушатели на этом можно было бы и закончить но как кандовый вузовский препод я все же обобщу сказанное в небольшом заключении заключение великолепное древнеегипетское зодчество храмов богов можно связать с двумя основными группами предпосылок это предпосылки материальные те что главные особенности египетской цивилизации обусловившие ее уникальный путь развития среди всех древних обществ это ее необычайно полновластная монархическая государственность с очень развитыми механизмами перераспределения не только прибавочного продукта но и с принудительным перераспределением рабочей силы с принудительным распределением по профессиям и работам и все это позволило древнеегипетской цивилизации добиться высочайшей специализации строительных ремесел что привело к предельному совершенствованию трудовых навыков мастеров а другая группа предпосылок это предпосылки идеологические это во-первых специфическая государственная доктрина египетской цивилизации где высшим предназначением общества персонифицированного фараона было обслуживание культов богов в этой картине мира благополучие сыты самих египтян мир и порядок между ними были не самодостаточной целью государства а в конечном счете лишь условиями выполнения главной задачи кормления богов а государство понималось как огромная инфраструктура религиозных ритуалов и такая картина мира позволяла выделять на религиозные цели огромную долю общественного богатства естественно что в этой картине мира важным способом легитимации правителей стало считаться ревностное культовое служение богам всего нагляднее и проявлявшееся в строительстве для них грандиозных храмов другой важный для нас аспект эгипетского мировоззрения состоял в том что загробное благополучие царей и людей считалось возможным лишь пока существует их поминальный культ но горький опыт первых полутора тысяч лет письменной истории убедил эгипетян в том что поминальные культы всего надежнее сохраняются в единстве с культом общегосударственного или местного бога следствием этого и стал постепенный переток храмы богов огромных ресурсов выделявшихся прежде напоминальный путь царей напомню что после гибели великого нового царства фараонов фараоны 21-22 династии уже просто устраивали свои гробницы на территории Танецкого храма бога благодарю за внимание буду рад ответить на ваши вопросы я вижу поднятую руку чат секундочку спасибо за лекцию удовольствие взаимное очень приятно прочитать спасибо за лекцию тоже мне я тронут но может есть какие-то вопросы не слышу вот теперь вот теперь что-то слышу но звук прерывается конец еще надо кое-как м м м м м м Но да. Хорошо. 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 Я хотела узнать, как вы говорите, очень важная информация, как вы говорите, очень важная, сделаете вторую часть, для того, чтобы понять, что-то в этом вопросе. Прошу, будет ли вторая часть такой лекции у нас? Или что-то в этом вопросе? Если вы желаете, можем сделать когда-нибудь вторую часть. И даже можем подробнее поговорить о том, как храмы были устроены, чем они отличаются от привычных нам храмов иудео-христианско-мусульманской цивилизации. Но я думаю, что это будет не сейчас, потому что есть очередь выступающих. Это когда-нибудь уже, наверное, в следующем учебном семестре. Перфекто, gracias. Есть вопрос в чате. Вопрос в чате. Секундочку. Интересно, но мало. Это не вопрос. Сейчас, секунду, вот вопрос. Можно ли говорить, что в Древнем Царстве фактически зарождался моноэтнический вариант религиозности? Честно говоря, я не понимаю, что такое моноэтнический вариант религиозности. Все гораздо интереснее и сложнее, потому что, с одной стороны, считалось, что все народы вправе молиться своим богам. Древний мир был замечательно терпим до появления моноэтнических религий. Не было богов правильных и неправильных. Но вместе с тем считалось, что в конечном счете вот эти многие боги являются местными локальными ипостасями некоего набора одних и тех же богов. Но это отдельная тема. Мы просто не будем утруждать синхронного переводчика. Поговорим об этом как-нибудь отдельно. Спасибо, кстати, переводчику и организаторам лекции. Да, спасибо вам большое. Было очень интересно.